Всех приветствую, мои дорогие! Собрала косметичку на неделю и хочу показать, чем планирую пользоваться. Продолжаю использовать матирующий праймер от Фаберлик, праймер от Лореаль, скрывающий красноту, подсвечивающий праймер от Бека, консилер у меня по-прежнему от Maybelline, тональный крем сейчас чаще всего использую от Лореаль. Но также продолжаю использовать тональный крем от Reflame и тональный крем от Physician Formula, который я смешиваю с тональным кремом от Reflame. Пудра у меня по-прежнему от Лореаль. Также продолжаю использовать корректирующую пудру в шариках от Essence из лимитированной коллекции. Давайте открою баночку, покажу. Вот так выглядит. Уменьшается потихонечку. Фиксирующая пудра от Essence у меня здесь донышко появилось. Если вот так смотреть, кажется, что здесь вообще тоненький слой пудры. Вот видите. Так же в качестве подсвечивающей пудры продолжаю использовать румяна от Essence. Дальше с вами переходим к румянам. Взяла я свою новинку румяна от Faberlic в шариках. Вы знаете, мне они понравились. Я, правда, буквально два раза ими воспользовалась. И здесь надо их с осторожностью наносить, потому что, когда я только начала их наносить, мне сначала показалось, что, ну, как будто, знаете, ничего не нанесла. Я еще подумала, так интересно, на кисть вроде хорошо набирается. Ну, потому что у меня у кисти белые ворсы, видно вот как набирается. А на лице вроде особо ничего не заметно. Решила еще нанести. А потом смотрю, как будто бы я даже немножко переборщила. То есть мне показалось, что они даже, вот знаете, как-то не сразу как будто проявились. Они такой, как подсвечивающий эффект дают. И мне показалось, что очень красивый оттенок. Смотрится красиво. Ну, по крайней мере, на себе мне понравилось. Но переборщить с ними можно. Если, как я, сначала подумать, что что-то как-то не видно ничего. Еще так щедро нанести, а потом, оказывается, перестаралась. И также я беру палетку от Essence из лимитированной коллекции. Здесь я буду использовать и румяный хайлайтер. Ой, так мне жалко. Видите, здесь сердечки такие, затирать их. Ну, чувствую, скоро они пропадут. Очень здесь мне нравятся румяна. Такие нежные, красивые. Хайлайтер этот очень хорошо еще для макияжа глаз подходит. Красиво смотрится. Давайте посмотрим сразу и румяна, и хайлайтер. Девочки, а румяна-то от Фаберлик я же вам не показала. Свотч, я имею в виду. Единственное, что в шариках, конечно, трудно как-то так, знаете, набрать для свотча, чтобы вот все шарики попали. Я постараюсь, конечно, но... Ну, здесь получается, какие шарики вам больше попадаются. Такой у меня получился в итоге на лице такой, знаете, нежно-нежно-персиково-розоватый какой-то оттенок. Румяна я больше не стала брать, потому что на самом деле делаю упор на Project Pen. Давайте посмотрим хайлайтеры. Беру я вот такую красоту от Фаррес. Это мне Светочка дарила. Девочки, покажу вам, как они шикарно внутри выглядят. Такой оттенок. И беру еще хайлайтер от Maybelline. Давайте покажу. Он идет в номере 050. Я также все хайлайтеры и для макияжа глаз использую. Тоже красивый достаточно. И беру пудру от Bourjois, которую я использую в качестве бронзера. Я ее в свое время из корзины за 69 рублей покупала. И я знала, что здесь такой оттенок. Ну, брала. Мне было интересно текстуру, как ложиться, попробовать пудру от Bourjois. Потому что не бюджетная марка Bourjois. И такой оттеночек использую как бронзер. Очень, кстати, по текстуре шелковистая эта пудра. И хорошо распределяется. Вот прям растушевывается. Что-то такое едва-едва заметен этот оттенок. Для лица это все, что я взяла. Давайте с вами посмотрим, что я сейчас чаще всего использую для бровей. Конечно, у меня в фаворитах это тушь от Faberlic. Давайте вам покажу номер. У меня 57-56. Вот знаете, особенно удобно, если опаздываю. Раз-раз, и брови уже накрашены. При этом я дополнительно ничем их не фиксирую, когда этой тушью пользуюсь. И мне очень нравится и оттенок, и щеточку удобно, на мой взгляд, ей наносить. Я очень довольна. Думаю, буду еще повторять. У меня ощущение, что она заканчивается. Ну, мало уже на щеточку набирается. Приходится вот, знаете, несколько раз откручивать, закручивать. И распробовала я фломастер от Vienne Sabo из лимитированной коллекции в номере 01. Так, фломастер это или нет? У меня сомнения. Все время забываю фломастер или маркер. Фломастер, да, девочки? Вы знаете, вот когда первый раз пользовалась, немножко непривычно было. Ну, вроде сейчас приловчилась, и тоже достаточно быстро макияж бровей делаю. Ничем я не фиксировала дополнительно. И у меня неплохо все продержалось. Беру, конечно, я иногда и какие-то карандаши из тех, какие у меня есть для бровей. Тогда я гелем прозрачным от Vienne Sabo фиксирую. Ну, вот этими средствами чаще всего пользуюсь. Особенно вот тушью от Faberlic. Также давайте сегодня покажу туши. Я их не всегда показываю. Первая это у нас водостойкая тушь от Essence. Она мне понравилась, но уже практически закончилась. Ресница уже хорошо не прокрашивает. Ну, надо, знаете, например, если, когда я ей начинала пользоваться, я один слой могла нанести, то сейчас надо прям вот постараться прокрасить. И, ну, я думаю, видно, видите, даже на кончике особо ничего нет. И периодически она у меня на ресницах комочки оставляет. Как водостойкая, отличная тушь. Я с ней попадала под дождь. И, вы знаете, ничего у меня не размазалось, не отпечаталось, не растеклось. Ну, конечно, я не прям под такой вот ливень. Но в любом случае на лицо капли дождя попадали. И все нормально было. И думаю, что буду с ней уже, каждую неделю, так правда говорю, прощаться. Потому что, ладно, еще что она, ну, хуже стала ресницы прокрашивать. Меня больше вот то, что комочки периодически оставляет, не устраивает. И надо мне уже другую какую-то из запасов водостойкую тушь подобрать, а эту отправить в пустые баночки. Также продолжаю пользоваться тушью от Estee Lauder. Вот к ней вообще рука не тянется. То есть я ей пользуюсь, потому что она есть, она у меня открыта. Вот заметила, к другим тушам рука тянется, к этой вот как-то не знаю почему. Тушь от Estrada. Нравится мне. Тоже мне кажется, потихонечку она заканчиваться начала. Ой. Ну, если учесть, что это бюджетная тушь, вы знаете, хорошо ресницы прокрашивает. Мне показалось, что и объем придает, удлиняет. Ей довольна. И для меня щеточка удобная. Ну и можно сказать, моя любимица. Это коричневая тушь от Essence из лимитированной коллекции. Что мне нравится, что несмотря на то, что она коричневая, она вот прям хорошо прокрашивает ресницы, что даже, вот знаете, сразу не сказать. Бывают такие туши коричневые, которые делают эффект вот макияж без макияжа. Вот знаете, как будто у вас ресницы и не накрашены. Здесь она действительно хорошо прокрашивает ресницы, выделяет их, удлиняет и объем придает. Я ей довольна. Так, дальше мы переходим с вами к теням. База у меня по-прежнему от Фаберлик. Такая база. Каждый раз думаю, вот-вот закончится, потом постоит она и опять отлично набирается. Хотя вот так видно, что ее там практически нет. Ну и, конечно же, использую тени от Maybelline Color Tattoo, которые тоже использую в качестве баз. И давайте с вами посмотрим тени. Так, стираю я вот эти свотчих. Для того, чтобы зафиксировать базу под тени, я беру однушку от Wattenwild. Таким названием. Такая однушка. Здесь такие тени немножко рыхлые. Мне кажется, они слабо спрессованные. Ну, обычный такой светленький оттеночек. Также я беру вот такую красоту. Это у нас палетка от Revolution. Единственное, если ее к носу близко поднести, то такой, знаете, не очень приятный химический аромат. Но это именно, мне кажется, аромат клея, на который сажали вот эти все камушки. Девочки, вот здесь такая информация. Ой, Revolution Pro это соврала вам. Вот такое название. Как вы видите, здесь 4 оттенка по 0,8 грамма. Совсем небольшой объем. Палетки эти небюджетные. По-моему, полная стоимость 1300 рублей или даже чуть больше. Давайте посмотрим. Такие вот тени по текстуре, знаете, как будто они немножко как полукремовые. Вот этот более сыпучий оттенок, он от этих двух по текстуре отличается. Ну, конечно, красивая. Я в свое время на дизайн и клюнула. Эти вот так нанесу. Следующая палетка, которую я беру, это подарок от Лерочки из Израиля. Это палетка от Мак. Скорее всего, это была лимитка, ну, как мне кажется. Здесь все зеркали. Давайте вот так покажу, чтобы ничего вам не отсвечивало и все видно было. Тоже здесь 4 оттенка. Вот такой здесь объем, по-моему, 5,6 грамма на всю палеточку. Ну, вот такие оттенки. Давайте посмотрим. Я люблю, чтобы в косметичке были разные оттенки. Никогда не знаешь, в какой гамме захочется макияж сделать. Смотрите тоже. Вот этот прям для складки века создан. Красивый тоже. Хорошая палеточка. Так, это еще не все. Также беру палетку от Lime Crime Venus 3. Давайте посмотрим. Вот эти два оттенка топера замыливаются. Я считаю, за такую цену могло бы качество лучше быть. Я люблю эту палетку, но вот посмотрите сами. Чтобы их на кисть набрать, чуть ли не ковырять приходится. Вот так видно немножко блестяшечко. Не знаю, у всех так или у меня такая палетка. Давайте вот эти посмотрим оттеночки. то есть вот эти вот два на мой взгляд проблемные. Вот такие оттенки. И это девочке тоже еще не все. Сейчас вам покажу палетку, которой в последнее время очень часто пользуюсь. Она у меня под рукой лежит. Я с ней самостоятельный макияж делаю и также вот как дополнение использую. Давайте я сейчас эту палеточку положу. Так, немножечко подвинемся. И это палетка от Sleek, которая в свое время мне без крышки приходила. И я буду вот с другими оттенками из других палеток комбинировать. Давайте покажу вам. Девочки, я извиняюсь за такой вид. Я и пользуюсь на постоянной основе. Иногда вот тут протираю. Ну вот. И, кстати, девочки, что про Lime Crime хочу сказать, что оттенки бывает века окрашивают. Вот это я уже, наверное, не наберу оттенок. Эти тени при наборе и переносе пылят. Также некоторые оттенки приходится наслаивать. Вот видите, они как-то вот так полупрозрачно, некоторые оттенки не очень равномерно ложатся. Сейчас я пальцы ототру, то и Lime Crime не оттёрся. Так. Вот этот оттенок в складку века хорошо подходит. И вот этот оттеночек. Дайте вот сюда нанесу. Такие оттенки. Потихонечку хотелось бы мне, конечно, закончить эту палетку, потому что без крышки хранить крайне неудобно тени. Приходится всё время сверху держать, смотреть, чтобы не задеть их ничем, чтобы не закрыть ничем. Вот такие у меня будут тени. Конечно, я также продолжаю пользоваться Project Pen. Ну, там у меня теней не так много, и они у меня тоже как вот служат, комбинирую я с другими оттенками. Сейчас девочки, ототру руку. Вот. Вот. То есть в Project Pen у меня нет такого разнообразия. Там больше как базовые оттенки для растушевки, либо вот я там тоже беру край века, затемняю. И теперь давайте перейдем с вами к тому, что я взяла для губ. И это у меня помада от Faberlic. Давайте покажу вам номера 40991. Такая помадка. Ну, она на губах так вот нюдово смотрится. Я сначала думала не мой оттенок, но, знаете, мне на себе понравилось. Помада от Unicorn Glow. Давайте тоже покажу вам. В номере 10 она. Хорошая помада. Я из корзины брала. И сейчас думаю, почему я в других оттенках еще не взяла. просто тестеров не было, когда я брала. И я подумала, вдруг я возьму оттенки совсем неподходящие для меня. И взяла только одну, чтобы с маркой познакомиться. И в итоге помада оказалась и красивой, и хорошей. Помада от NYX катрис. в номере 529 такой классический оттенок. помада от катрис. Сейчас мы все конечно будем дома сидеть. Так, у нее номер C04. Но в любом случае мусор выносить я буду выходить. Я всегда на губы что-то наношу. у меня не очень быстро если ничего не наносить обветриваются как-то. И за продуктами придется периодически выходить. В начале недели еще в сад в школу дети будут ходить. Ну вы знаете я даже если никуда не выхожу я макияж делаю. Мне сам процесс удовольствия доставляет. и мне нравится с макияжем быть. Помада от Essence из лимитированной коллекции. Такая интересная. Это проявляющийся оттеночек. Смотрите как она красиво смотрится. так. И также беру помаду от Evelyn. Это у нас жидкая помада в номере 06. Вот такие оттенки. мне макияж вот процесс как-то знаете помогает от грустных мыслей отвлечься потому что ну вы сами знаете какая сейчас ситуация меня все это конечно немножко в стресс вводит я все информацию так тяжело достаточно всю переношу и вот когда делаешь макияж я знаете как-то отвлекаюсь от грустных мыслей как-то стараюсь на позитивный лад настроиться то есть для меня это наверное даже немножко такая знаете вот как есть арт-терапия вот что-то такое для меня поэтому я если даже вообще никуда не выхожу я девочке с утра макияж делаю единственное если мне никуда не надо я конечно знаете могу с утра встать вот не спеша попить кофе масочку сделать для лица ну то есть не сразу прям вот макияж делать но в любом случае сажусь и вы знаете с удовольствием делаю макияж просто для себя мне как-то вот это на позитивный лад помогает настроиться хорошее настроение как-то от грустных мыслей отвлекает вот такая у меня косметичка благодарю вас всех за внимание за вашу поддержку ваши добрые комментарии берегите себя и своих близких и до новых встреч до новых видео всем пока